Чудесный день! Слава Богу! It's an amazing day! Praise God! Hi, Mom! Конечно, мы имеем дело с Богом. Of course, we deal with God. И Бог хочет, чтобы мы Его знали. Если бы Бог не хотел, у нас нет никаких шансов вообще Его даже найти. Но хорошая новость заключается в том, что Бог хочет с тобой встретиться. Если бы я хотел встретиться с президентом, какие у меня шансы? Почти их нет. Но если президент хочет со мной встретиться, есть большие шансы. Хотя опять у меня есть право отказать ему. Бог хочет встретиться с человеком. Я не знаю, вы в это верите или нет. Но Бог сделал все, чтобы познакомиться с человеком. И когда мы говорим о Боге, что мы имеем в виду? И когда мы говорим о Боге, что мы имеем в виду? Может быть, вы думаете просто о силе? Если вы думаете о Боге как о силе, то это ошибка. То, что Бог сильный, я согласен. Но Бог это не сила. Бог это личность. А личность имеет характер. Личность можно обидеть. С личностью можно строить отношения. Можно разрушить отношения. Многие христиане думают о Боге как о силе. Но это такое языческое даже представление о Боге. Дьявол тоже сильный. Но мы не хотим с ним иметь дело. Если я у вас спрошу. Вы хотите встретиться с сильным человеком? В час ночи в парке. У вас будет встречный вопрос. Этот человек добрый или он опасный? Потому, приятная новость заключается в том, что Бог, Он благий, то есть Он добрый. И да, Он сильный. Но Он на нашей стороне. И Он в нас заинтересован. И я сегодня хочу просто с вами поговорить. И во многом рассказать о себе и о своем поиске Бога. В основном люди идут к Богу, чтобы что-то получить. Ну, в принципе, как и дети маленькие идут к родителям. Они живут в любви. И малейший их каприз или желание родители сразу выполняют. Даже если ребенок плачет в три часа ночи. И хочет молока. Вы же не скажете ему, как тебе не стыдно, иди спать. Что, не можешь подождать до восьми часов утра? Ну, папа и мама бегут и выполняют все его желания. Но это только потому, что он маленький. Потом, когда ребенок растет, мы ему объясняем, что есть еще воля родителей. Что в нашем доме есть правила, что ты часть нашей большой семьи. И не всегда будет так, что все будут вокруг тебя танцевать. Так точно и с Богом. И that's how God is. Когда мы идем к Богу, посмотрите на Израиля. Когда они вышли из египетского рабства. Бог делал чудеса. Малейшие их капризы Бог выполняет. Но потом возникали разные ситуации. И Господа огорчало их недоверие. Когда они начинали подозревать, что почему ты нам не даешь воду. А Господь им столько чудес показывал. Столько доказывал свое присутствие между ними. Конечно, его огорчает такое поведение. Так точно и мы, когда мы приходим к Богу. Почему много чудес и славы Божьей является в жизни человека, который только делает первые шаги к Богу. Почему человек, который только приходит к Богу, потому что он Бога близко не знает. Он как бы Бога еще изучает. И Бог хочет удостоверить его, убедить, что Бог на его стороне. Он хочет, чтобы в человеке была правда, вера. Потому Господь его освобождает от зависимости. человек становится свободным. Он сам себя уважать начинает. Потому что когда он в рабстве греха, дьявол над ним издевается. Человек может быть красивым внешне, физически, даже здоровым. человек может иметь много денег, но если он не может победить свое пристрастие, он униженный человек. Чужая воля доминирует над его волей. Человек себе обещает, что я больше этого делать не буду. И все равно делает. И опять обещает. И опять клянется себе, что больше не будет. И десятый раз это делает. Это рабство. И это унижает человека. И человек создан быть в общении с Богом. Человек создан быть свободным, чтобы никто другой не ломал его, не подавлял его волю. А потому человек такой начинает звать на помощь кого-то. И если он зовет Бога на помощь, помоги мне я в рабстве, освободи меня от врага, то приходит Господь, сильный Господь. И добрый Господь. Он действительно слышит вопль плач человека. И действительно он слышит и освобождает его от рабства. Дальше начинается самое интересное. Человек переживает свободу. Вчера он не мог освободиться, скажем, от курения. а сейчас он свободен. Он сам удивляется этому. Что будет дальше делать человек с этой свободой? Вот наш главный вопрос. Вы помните, когда Христос однажды сказал, если нечистый дух выйдет из человека, ух, человек хорошо себя чувствует. Нечистый дух должен где-то жить. Он ищет тело, лучше человеческое, если нет тела животного, потому что это дух. И он может себя проявлять только через тело. И он ищет, ищет, ищет тело. И не может ничего найти. Возвращается к тому же самому человеку. И если вы помните слова Христа, и он смотрит на человека свободного, и видит этот дом убранным, чистым, и там есть еще одно слово. Не занятым, там никто не живет. И это опасно. Молодые люди, это опасно. Многие из нас хотят свободу. Но свобода это очень интересное понятие. Мы знаем, что духовный мир делится на два лагеря. И так или иначе твое сердце кому-то будет принадлежать. если ты серьезно не приглашаешь Христа в свою жизнь, ты не сможешь долго продержаться один. твое сердце, твои мысли, твою волю захватит враг. Когда мне было 16 лет, я это очень остро почувствовал. мне стало дискомфортно от свободы. Я понял, что я хожу по очень тонкому льду. Мне нужно стать под чьё-то покровительство. я должен кому-то принадлежать. Но я понимал, что мир делится на две части. И мою волю, слава Богу, свободную на тот момент, я должен кому-то подчинить. Что это значит? Кто-то, чья-то воля должна иметь больше власти надо мной, чем моя воля. Чем отличается Бог от дьявола? Там много отличий. Но от Бога уйти можно. От дьявола не получится уйти. От дьявола из его царства ни один демон уйти не может. там система рабства. От Бога может любой ангел уйти. Человек может уйти от Бога. Бог никого не держит силой. в Боге нет манипуляций. Но от дьявола человек уйти не может. Разве что он просит помощи, и Бог его спасает. потому я почувствовал дискомфорт быть свободным. Я понял, что я должен кому-то принадлежать. Мой дух должен кому-то принадлежать. И я понимал, что это Бог. Что у него есть воля. Слышите, да? У него есть для меня воля. Это значит, что у него есть план для меня. Это значит, что он чего-то хочет от меня. Это значит, что я должен смириться и согласиться с этой волей. Я имею право и не согласиться. Но мне страшно, я не хочу по-другому. поэтому я стал подчинять себя, покорять себя воле Божьей. Therefore, I allowed myself to be under the will of God. Например, мы часто употребляем церкви термин святость. Святость это отделение. Это как вы в магазин заходите и вы выбираете среди многих товаров то, что вам надо. И вы берете с полки и себе в корзинку кладете. То, что вам нужно. вы для себя это собираете. Святость это когда Бог выбирает тебя для себя. Ты зачем-то Ему нужен. Он так хочет. Это Его выбор. А твоя задача разобраться для чего ты нужен Богу. Это должен быть постоянный поиск. Господь, чего ты хочешь подмонять? И когда это тебе открывается хоть чуть-чуть, ты послушаешься, ты повинуешься. Ты просто делаешь то, что Бог тебе открывает. Многие люди не продвигаются в своем духовном развитии. А другие развиваются. Они прямо заметно духовно растут. это не значит, что эти другие больше знают какой-то информации, чем те. Я вам откровенно скажу. Я не думаю, что я знаю больше, чем кто-то из вас. Разница в том, что я делаю то, что я знаю. Другие люди, многие посещающие церковь, тоже это знают. Но почему-то не делают. Это похоже, как ты сидишь за рулем в машине, и тебе надо проехать, допустим, в Нью-Йорк. Манхэттен. И тебе нужно ехать ночью. Ты не видишь дороги, темно. Ты включаешь свет. И ты говоришь, я не могу ехать в Нью-Йорк, потому что я не вижу дорогу до Нью-Йорка. Хорошо, но ты же видишь сто футов дед. Ну, я вижу, но я же всю дорогу не вижу. в этом вся разница. Когда человек видит чуть-чуть, пару шагов впереди, но в нем есть слово знания, что нужно делать сейчас. И человек это делает. это похоже, как ты начинаешь двигаться на автомобиле. Когда ты едешь в эту зону, где освещается свет, дорога освещается дальше. А если ты не сдвигаешься с места, ты не видишь дорогу дальше. вера в том и заключается. Когда Бог сказал Авраму, выйди из дома отца твой, то Аврам не занимался философией. Аврам не сказал, я не выйду, пока ты не представишь полный план моей жизни. в Библии написано, что он даже не знал, куда он идет. Все разумные люди хотят видеть весь план. Но вера действует по другим принципам. Иди, доверяйся. старт walking, trust. И Аврам начал делать шаги. И Бог ему открывал больше и больше. И там написано, делами вера его достигла совершенства. Вера содействовала делам его, то есть как бы толкала его на дела. Он верил Богу и делал. Даже если не все понимал. Просто верил и делал. И когда делал, вера росла. Пока не стала великой. И Аврам стал отцом веры для всех народов. Многие христиане просто занимаются философией. Они готовы спорить о каких-то сложных вопросах, доктринах. Они готовы обсуждают эти глупые доктринальные вопросы. А другие просто послушны Богу. Что такое плод духовный? Один человек меня спросил. Я ответил так. И вот я ответил. В моем понимании плод духовный это все, что Дух Святой смог сделать через тебя. Может быть это маленький какой-то незначительный поступок. Может быть это заняло у тебя три минуты времени. Но Дух Святой хотел, чтобы ты подошел к тому человеку и обнял его. И ты услышал Духа Святого. И ты сделал то, что Дух Святой хотел. То есть Бог сделал через тебя. А может быть это проект который занимает десять лет жизни. И ты услышал голос Божий. И ты направил туда свои ресурсы. И ты об этом молился. финансы направлял. И тебе это снилось, и ты об этом мечтал. И ты других людей вовлек в эти процессы. И в итоге выросло служение. Иногда люди смотрят и говорят вау у него успех. Вау sometimes people look at someone and say they're very successful. Все начинается в сердце. everything starts in the heart. Потому Соломон так написал. Больше всего храни свое сердце. Потому что из него источники жизни. в сердце все процессы. Потому и дьявол наблюдает за сердцем. Может быть это сложный язык такой. Как узнать что в твоем сердце? Если скажем обида в сердце. ты только об этом думаешь. Ты засыпаешь с этими мыслями. просыпаешь с этими мыслями. Этот человек постоянно в твоей голове. Все твои эмоции уходят туда. Потому Петр сказал Анании. Зачем ты допустил то есть разрешил сатане вложить в сердце твою мысль? He said why did you allow the devil to put those thoughts into your mind? Претензия звучит к Анании. This challenge was directed to Анания. He's not talking about a devil. He's asking a person. Why did you allow it? You had this thought. But you let it in. You've created this whole plan. It consumed you. And as a result you're doing this unthinkable act. You're lying to God. So therefore all of the processes, they start in the heart. В сердце все источники жизни. Out of your heart flows all of the streams of life. Вот сейчас мы живем в век информационной войны. Right now we're living in this age of informational war. кому удается завладеть твоими мыслями. The one that has the ability to capture your thoughts. Ты будешь полностью работать на этого человека или на эту информацию. That's the person or the information that you will work on. Все твои финансы туда будут приходить. Все, что ты будешь печатать на своей Facebook-странице, в Instagram. Главное тебя поймать. Сейчас ценность представляет твое сердце или твоя энергия. Ты это фьюл, который просто разжигает какую-то идею. You are a fuel to spark this idea. Поэтому нужно быть очень осторожным, кому ты отдаешь свое сердце. В нашей церкви один человек очень много каждый день писал на своих социальных страницах. We have a person in our church that would post a lot of things on social media every day. И как сейчас это происходит, у него была крайняя такая позиция. И я почувствовал от Господа побуждение встретиться с им. И когда мы встретились, я сказал ему, можно тебе задам один вопрос? Но ты должен мне пообещать, что ты ответишь честно. А я обещаю, что я тебе задам только один вопрос. Но честный ответ. Он говорит, хорошо, я согласен. Я говорю, у меня вопрос следующий. вот все, что ты пишешь, вся информация, которой ты делишься, share. Ты можешь сказать, что это все ты делаешь по побуждению Святого Духа. То есть Дух Святой в молитве дал тебе такое задание. И ты повинуешься голосу Святого Духа. Да или нет? Да или нет? Нет? помолчал и сказал, я не могу так сказать. Я говорю, но мы же давали присягу, мы же обещали Богу служить. I said, look, didn't we promise to serve God? Бог же на кого-то рассчитывает. Бог же тоже хочет себя выражать через кого-то. Мы же обещали ему свои уста, свои руки, свое сердце, а получается нас поймали. И мы работаем на другого хозяина. Я когда-то читал такую историю, когда в Америке еще было распространено рабство. один белый человек приехал к своему другу. И когда он у него гостил несколько дней, он осматривал плантации, где работали чернокожие люди. увидел одного молодого человека. И он увидел одного молодого человека. И как-то он ему понравился, он решил его купить. это было страшное время, когда людей можно было покупать как вещи. И он здесь же в присутствии этого темнокожего человека стал торговаться за какую цену он хочет они сошлись на какой-то сумму. Этот гость достал кошелек, заплатил полную сумму. Этому чернокожему человеку одели наручники, цепи. И никто у него не спрашивал или есть у него здесь семья, родственники, любовь. Он просто стал собственностью другого хозяина. и этот новый хозяин подошел к человеку, которого он только что купил и сказал, ты теперь моя собственность. я твой новый господин. Чернокожий человек был не смог контролировать свои эмоции и плюнул ему в лицо. он знал, что за этим последует. Что его могут наказать даже смертью. Но он не мог контролировать себя. и этот белый человек сказал, что я могу сделать с тобой все, что хочу. так вот я хочу тебя отпустить. Он снял его цепи и сказал, ты абсолютно свободен. Это моя воля, и я имею на это право, потому что я тебя купил. и я хочу отпустить тебя. Ты можешь идти куда пожелаешь. И этот новый хозяин ушел. Этот бывший раб начал думать, started thinking, если меня завтра поймают, то меня снова где-то на рынке продадут. Потому что я живу в мире, где рабство. Ты в любом случае кому-то будешь принадлежать. увы, к сожалению, так устроен мир. Может лучше мне принадлежать этому господину, который так поступил со мной. Заплатил деньги и отпустил. И он побежал вслед за этим господином. И сказал ему следующее. Я свободный человек. И у меня есть право делать выбор. И я выбираю, чтобы ты был моим господином. я как свободный человек делаю такой выбор. Я не знаю, это правдивая история или нет. Но в традиции, еврейской, религиозной традиции такое было. когда раб не хотел уходить от своего господина. И потому он добровольно отдавал себя этому господу. и ему делали дыру в ухе. И это был знак, что он добровольно себя отдал этому господу. И там так и написано, если этот раб любит господина своего, он хочет всю жизнь провести служа ему. Это его выбор как свободного человека. Так вот, возвращаясь к своим 16 годам, я понял, что жизнь в любом случае пройдет. Я понял, что на мое сердце объявлена охота. Я видел, как жили мои друзья. И я сказал, Господи, забери мое сердце. Пожалуйста, у меня больше нечего тебе предложить. Мы тогда только приехали в Америку. Богу ничего и не надо. Что Ему можно предложить? Деньги или таланты? Или может быть красоту твою? Или молодость? Сердце? И я сказал, Господи, у меня ничего нет, но у меня есть сердце. и я хочу тебе отдать мое сердце. Я так рад, что Бог услышал мою молитву. Я отдал ему свою сердце. И я часто говорю своей жене и своим детям, которые взрослые. Я знаю себя. Если бы я пошел другой дорогой, даже если бы у меня был большой бизнес, были большие деньги, мне кажется, я бы сегодня был в глубокой депрессии. Потому что Бог призывал меня именно на такое служение. И я не мог по-другому. Ты тоже создан для конкретной цели. Вот посмотри, все имеет смысл. Вот в этом микрофоне все имеет смысл. Даже если мы не знаем, почему это вот так сделано, спросите у инженера, он вам объяснит. Все, 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 каждая деталь имеет смысл. Тем более человек. последняя иллюстрация перед молитвой. Я знаю, что я уже украл ваше время. Есть такая история в Ветхом Завете. Был такой языческий царь Валтасар. И он однажды сделал большой пир. Было много гостей. Они тогда пировали месяцами, не так как у нас. И И Иерусалим, божественный город, был разрушен. И вся посуда, которая была в храме Господнем, была в Вавилоне. Просто была сложена где-то в складском помещении. И этот языческий царь выпил много вина, был пьян. И вдруг ему приходит идея. И он дает приказ принести всю эту посуду. И начали пить вино из этой посуды. И славить богов языческих. И хочется спросить, у тебя что, нет посуды? Почему ты взял посуду, которая принадлежит Господу? это China that belongs to God. И что интересно, когда они это делали, появилась рука на стене. Огромных размеров ведения руки. И все читали, рука что-то писала. все это видели. Там было написано, тебя поставили на весы. И ты оказался очень легким. В эту ночь Балтасар был убит. Бог никогда ему ничего не говорил. Бог не имел никаких претензий. Он языческий царь. Но когда он взял Божью посуду, он взял ее, чтобы осквернить эту посуду. Осквернить, да. Я не знаю, какой терм подобрать, да, английский осквернить, то есть обомин осквернить, да, как бы да, да, спасибо. То есть каким образом это происходит? Когда она используется не по назначению. Она была создана только для храма. Ее нельзя использовать по-другому. да, она тоже посуда, ее тоже можно пользоваться, но только в Божьем храме. Только для этой цели. И когда ее используют в других целях, она оскверняется. она оскверняется. Если твоя жизнь используется не в русле воли Божьей, не в том направлении, для чего ты создан Богом, твоя жизнь оскверняется. у тебя одна жизнь. Ты человек свободный. Тебе решать, что ты будешь делать с этой свободой. Все равно жизнь пройдет. Но я молюсь, чтобы Дух Святой сегодня положил огонь в твое сердце. Пока ты молодой, ты бы сказал, Господи, лучшие годы моей жизни я отдаю тебе. Никогда мне будет 70 или 80 лет. А сейчас, когда я свежий, молодой, я хочу отдать тебе мое сердце. Это самый лучший выбор. Самый лучший выбор. Пусть Бог направляет тебя. Давайте поднимемся на нас. Пастор Алекс поведет нас в молитве. Как его Дух Святой будет направлять? поведет пастор Пастор Мы Папа.